Уже ли, думает Евгений, уже ли она, но точно нет. Как из глуши степных сирений, не отвязчивый лорнет, он обращает поминутно на ту, чей вид напомнил смутные ему забытые черты. — Скажи мне, князь, не знаешь ты, кто там в Малиновом берете с послом испанским говорит? Князь на ней и наглядит. — Ага, давно что-нибудь с Витей. — Постой, тебя представлю я. — Так кто жена? — Жена моя. — Так ты женат? Не знал я ранее. — Давно ли? — Около двух лет. — Знаком. — Малавиной. — Татьяне. — Ты ей знаком? — Я им сосед. — Вот так пойдем же. Князь подходит к своей жене и им подводит родню и друга своего. Княгиня смотрит на него, и что ей душу не смутило, как сильно не была, она удивлена, поражена. Но ей ничто не изменило. В ней сохранился тот же дом. Был так же тих ее поклон. Ее-е-е. — Из их ли уж сторон. — Потом к супругу обратила, усталый взгляд, скользнуло вон и не движи. Остался он. Остался он. Остался он. — Смотри! Смотри!